Приветствую вас! И вы знаете, если честно, не очень мне понятна ситуация, которая происходит с вами. Возможно, это связано именно с тем, что у вас имеют место быть, действуют определенные традиции, которые вам нужно учитывать, но даже в рамках этих традиций, мне кажется, есть определенный разрай. Смотрите, значит, видел смс-ки мужа с другой девушки, ему 22, мне 18, живу с ним 8 месяцев. Так, соответственно, видели смс-ки с другой девушки, да? Неважно что, неважно как, неважно почему, первая реакция у вас какая? Вы попросили перестать с ней общаться. Вы не спросили мужа, дорогой, тебя не устраивает что-то. Может быть, ты хочешь что-нибудь, может быть, ты хочешь что-то менять, может быть, что-то еще, может быть, тебе что-то не нравится. Нет. Вы сразу пошли в атаку, ну, грубо говоря. Вы сразу начали прессинговать. Это что такое? Это ориентация на себя у вас. То есть, вы ориентируетесь в данном случае на себя. Не на него, не на мужа, не на мужа, на себя. Знаете, какая история? И, соответственно, соответственно, можно ли здесь говорить о том, что вы относитесь к нему искренне? Дальше. Живу с ним восемь месяцев, так, вот тоже довольно интересный момент. Почему живу с ним? Такое впечатление, что вы здесь делаете как бы ему обалдение, что вы живете с ним. Дальше идем. Почему так рано? А то есть, как бы, ну, насколько у вас все, ну, не свободно. Дальше. Родители договорились о браке. Так, ну, это, я полагаю, то, что обсуждать здесь, наверное, не стоит. Относится ко мне хорошо. Говорит, что любит. А вы? Ваше чувство. Близость у нас два раза в месяц. Хоть я и понимаю, что гормоны в этом возрасте просто требуют от мужчины по нескольку раз в день. Возможно, ну, во-первых, темперамент у людей бывает разный, во-вторых, еще раз повторяю, им, может быть, что-то не нравится. То есть, вопрос в том, разговариваете ли вы в постели, говорите ли вы? Дальше. В переписке муж обсуждал именно половую близость с ней, а откуда вы, собственно, узнали, то увидели его переписку, это первое. Второе. Была ли у мужа реальная возможность вам изменять? Да, да. То есть, если он, например, всё время дома, или если он только работа, дом, работа, дом, то как бы где-то, где-то можно изменять. Вот. И, наконец, в-третьих, да, что если родители вас, ну, образно говоря, поженили, да, то что может быть удивительного? В том, что мужчина, ну, образно-то, к вам, ну, вот так. Постольку-поскольку. То-то-то-то, он может быть и говорить, что любит. Может быть, он и говорит, что любит. Но дело даже не в этом, да, дело даже не в том, что он вас любит, а дело именно в том, да, дело именно в том, как он удовлетворяет свои потребности. И удовлетворяет ли он их вообще. Понимаете? Какая история. Потому что, если нет, вот, если не удовлетворяет, то что бы вы ни делали, да, как бы вы себя не вели, там, ситуация не изменится, ну, по отношению к вам. Вот. И то, что вы на него как бы давите, да, то что вы давите на него, это не есть хорошо для вас. Потому что вряд ли его, вряд ли это приближает его к вам. Понимаете? 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 Вот. То есть, тут, тут, нужно понимать, тут нужно понимать, что брак ваш. Ну, все-таки, не совсем по любви. Вот. И мужчина, он может обращать внимание на других женщин. Вот. Во-первых, потому что рано жениться может быть, им в принципе одной женщины может быть мало, да. Ну, потому что это возраст такой, сами говорите. Вот. С другой стороны, может быть, это связано с тем, что человек к вам относится, опять же, ну, больше по причине того, как родители определили. Вот. И так далее. То есть, говорить и говорить о разводе, если вас поженили родители, несколько, несколько странно, с моей точки зрения. Равно как и говорить о разводе мужа и требовать от него, чтобы он перестал общаться, не поднабрез, не изучив того, соответственно. Что именно его беспокоит, да. То есть, ну, все ли его устраивает. Вот. Понимаете? Далее, у вас есть ревность. Да. Возможно. Какой-то страх, там, может быть, что-то неуверенность в себе. Если это есть, то с этим тоже нужно работать. Вот. Ну, потому что, допустим, вот вы полностью зависите от человека, да, от него, ну, полностью зависит от, вот, своего мужчины, грубо говоря. Вот. Естественно, у вас будут появляться, там, негативные, ну, какие-то негативные мысли, да. Потому что, ну, как же, да, вот я, там, я ему, там, отдаю все, да, за себя, а он, вот, такой плохой, там, вот так себя ведет и так далее. Ну, вот. Возможно, понятно. Возможно, понятно. Но только, только, эээ, вся именно в том, отграничиваете ли вы свою ответственность от ответственности вашего мужа. Особенно принимая во внимание возраст. И насколько вы свободны в своем выборе. Эээ, что касается развода, опять же, подумайте, для чего он, он вам, да, то есть, ну, вот, для чего вы хотите развестись? То есть, эээ, почему? Сперва вам надо попробовать все-таки отношения сохранить, если у вас есть чувства к мужу. Тут не нужно спешить, это, вот, но если решите, да, если решите развестись, то лучше так и говорить. То есть, тут, опять же, эээ, не совсем понятно, что значит, как сказать о разводе. А как можно сказать о разводе? Исходя из, эээ, цели, исходя из, эээ, желаемого эффекта. То есть, если вы хотите, например, заявить о себе, говорите жёстко, жёстко, прямо и так далее. Тут, как бы, ну, смысл не изменится. Если хотите, там, посидеть своего мужчину, да, там можно мягко, мягко сказать, мягко выразиться, но мне кажется, что это не совсем ваша ситуация. То есть, в зависимости от того, что вы хотите, в зависимости от того, какого эффекта вы хотите. Но, в данном случае, говорить, мне кажется, нужно не с мужем, а с родителями, ибо именно они вас поженили. Не, как бы, не муж женился на вас, а вас поженили. Значит, не говорить нужно с теми, кто поженил. Будет от чего говорить, об этом. Ну, и также очень важно будет, эээ, просмотреть перспективы. То есть, каковы перспективы? Насколько они, эти перспективы, эээ, вообще, ну, вами осознаются? Вот. Понятно? На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. 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 Спасибо.